Привет, друзья! С вами снова Джунлав, и это 10-й урок моего проекта по быстрому запуску сайта. Итак, в этом уроке мы с вами установим несколько плагинов на наш сайт, который нам понадобится в будущем. Естественно, мы будем периодически их добавлять, но сейчас пока установим несколько штук. Итак, поехали! Сейчас наводите на плагины и нажимаете «Добавить новый». Загружается страница, и вот здесь, в поисковике, вы сейчас укажете одно название плагина. Итак, это название такое «Cur-Tu-Lat-Ehends». Кажется, правильно произношено. То есть, вот смотрите, прописывайте это название и нажимаете «Enter». Смотрите, плагины – это то, что добавляет новые возможности для вашего сайта. Итак, вот он, этот плагин. Нажимаем «Установить». Чуть позже я объясню, для чего он нужен. Сейчас просто устанавливаю. Далее нажимаем «Активировать». Активируется. Далее. Сейчас установим второй плагин, который будет называться следующим образом. Опять нажимаете на «Добавить плагин». И в это поле прописываете следующее название. «Order Endotaxonomy Terms Order». И нажимаете «Enter». Вот. Этот плагин тоже нам понадобится. Сейчас мы их установим, несколько штук, а потом вам кратко объясню, для чего каждый нужен. Нажимаем «Активировать». Нажимаем «Активировать». Далее. Плагин, который будет называться «Display Widgets». Копировать. Нажимаю «Добавить плагин». Либо здесь можно добавить плагин. Одинаково. Так, прописываете название «Display Widgets» и нажимаете «Enter». Он его находит. «Display Widgets». И нажимаете «Установить». Далее нажимаете «Активировать». Итак, следующий плагин, который мы установим, это будет «JQuery Upgrade». Добавить новый. Прописываете название «JQuery Upgrade». Нажимаете «Enter». Вот этот плагин. Нажимаем его «Установить». Устанавливается. Нажимаем «Активировать». Сообщение шлют. Итак, теперь добавим еще один плагин. Я эти плагины копирую название со своего сайта. Поэтому вы не думайте, что я их откуда-то беру и не пытайтесь их найти. То есть вы просто пишите то, что я вам показываю. Следующий плагин, который мы установим, это называется «Fixit Widgets». Копирую. И у себя нажимаете «Добавить новый плагин». Либо здесь, либо здесь. И в этом поле прописываете следующее название. «Q2W3 Fixit Widgets». И нажимаете «Enter». Далее нажимаем «Установить». Теперь «Активировать плагин». Так, еще какой установим плагин? Так, еще установим плагин, который будет называться у нас «Meta Slider». Ну, по названию понятно, что это слайдер. Так, нажимаем «Добавить новый». Вставляем название «Meta Slider». Вы прописываете название «Meta Slider» и нажимаете «Enter». Далее нажимаете «Установить». Уже появилась какая-то новая версия, надо посмотреть потом. Так, далее нажимаете «Активировать». Итак, ну, наверное, хватит. Сейчас быстренько пробегусь и объясню, что мы установили и для чего это нужно. Итак, поехали. Нашину с этого плагина «Curtulat Ascent». Что это означает? Открою новую вкладку нашего сайта и вам продемонстрирую. Тут за мной сейчас не обязательно повторять, просто посмотрите. Например, я нажимаю «Добавить страницу». И здесь что-нибудь пишу, допустим, «Как посадить дерево». Нажимаю сюда. И вот у нас появляется ссылочка «Как посадить дерево». То есть, ссылка читаемая, красивая, да? Четко понятно, что она означает. Вот именно это делает наш плагин. Чтобы не было здесь каких-то непонятных символов и цифр. Вот. Это делает наш тот плагин. Вот этот «Curtulat Ascent». Далее, следующий плагин, который мы разберем, это категория «Order and Taxonomy Terms Order». Для чего он нужен? Смотрите. Кратко скажу, просто показывать не буду, потому что это долго. Мы в следующем видео, когда будем писать записи, там я вам все покажу. Этот плагин, который позволяет распределять по последовательности, какая рубрика будет вверху, какая внизу, какая третья, какая четвертая, какая пятая. То есть, порядок рубрик определяет. С помощью него мы можем настраивать порядок рубрик. Допустим, рубрика. Первая будет там машины. Вторая рубрика «Мотоцикл», третья рубрика «Спорт» и так далее. То есть, вы можете сами выстраивать список рубрика в любом порядке. И так далее. «Display Widgets». «Display Widgets» – это позволяет нам, например, вернемся на наш сайт. Он позволяет нам следующее. Например, смотрите, вы видите, что здесь отображаются различные виджеты. Вот виджет, свежие комментарии, виджет, свежие записи. Конечно, тут мало что написано, но это виджеты и все. Они отображаются, да? А Display Widget позволяет нам решать, на какой странице отображать этот виджет, а на какой нет. Например, я, допустим, на странице «Контакты» не хочу отображать вот эти записи. Вот этот виджет точнее, да? И этот виджет на странице «Контакты» не будет отображаться, а будет отображаться, допустим, только на главной. То есть, с помощью этого плагина «Display Widgets» мы сможем сами выбирать, где мы этот виджет хотим отобразить. Где он должен отображаться, а где он не должен отображаться. Это кратко. Далее. «JQuery Upgrade». Ну, тут не буду объяснять, просто это необходимый плагин, который следит за обновлениями библиотеки «JQuery». Не буду объяснять, потому что я сам более подробно это сам точно не знаю, но я знаю, что это нужная штука, и она помогает. Это обновление. Далее. Следующий. «Fixit Widget». Ну, по названию понятно, что это фиксирование, да? Смотрите. Например, вот видите, я сейчас прокручиваю страницу, да? И прокручиваются вот эти вот виджеты наши. Архивы, рубрики – это все виджеты. Они тоже вместе прокручиваются. Если мы используем тот плагин, мы можем делать следующее. Мы можем сами выбирать, какой виджет будет прокручиваться, а какой будет стоять на месте. Например, я прокручиваю, а у меня виджет «Свежие записи», допустим, не прокручивается, и в одной позиции находится, и все будет прокручиваться. То есть, вот для чего нужен этот плагин. Для того, чтобы зафиксировать какой-то определенный виджет в определенном месте, чтобы он стоял и не прокручивался, когда мы листаем страницу. Вот это полезная штука, например, если разместить какую-то рекламу, кнопку, подписаться или еще что-то, либо слайдер, или еще что-то. То есть, то, что не будет исчезать со страницы, независимо, прокручиваем мы ее или нет. Итак, далее, что у нас осталось? Осталось у нас мета-слайдер. Ну, мета-слайдер – это, собственно, слайдер картинок, на который можно добавлять ссылки, и, собственно, по этим картинкам переходить. Ну, допустим, просто пример. Листается слайдер, если мы кликнем на картинку, мы попадем на какую-то страницу. Ну, это кратко и просто. Итак, на этом наш урок закончен будет, и увидимся в следующем видео. Смотрите, мы плагины будем добавлять постепенно, потому что так лучше работать. Добавляешь плагины, показываешь, как он работает, как им пользоваться. А сейчас мы установили такие несколько базовых плагинов просто для ознакомления. Итак, на этом все. Увидимся в следующем видео. С вами был Анатолий Быков, Джин Лав. Пока!